Лекции «Теория производства». Лектор Авдеева Евгения Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической экономики Кубанский государственный университет. На какой бы ступени исторического развития не находилось человеческое общество, люди, чтобы жить, должны иметь пищу, одежду, жилищные и другие материальные блага. Необходимые человеку средства существования должны быть произведены, их изготовление совершается в процессе производства. Производство представляет собой процесс воздействия человека на вещество природы с целью создания материальных благ и услуг, необходимых для развития общества. Исторически оно прошло длительный путь развития, от изготовления простейших продуктов до производства сложнейших технических систем, гибких переналаживаемых комплексов, вычислительных машин. В процессе производства не только меняется способ и вид изготовления благ и услуг, но происходит нравственное совершенствование самого человека. Различают материальное и нематериальное производство. Первая включает отрасли по производству материальных благ и услуг. Нематериальное производство связано с производством нематериальных услуг и созданием духовных ценностей. Это два взаимосвязанных вида производства, причем одно без другого существовать не может. Соотношение между ними предполагает гармоничное развитие общества. В процессе производства в исходной основе формируется экономический рост, который в масштабах общенационального развития превращается в один из главных макроэкономических показателей. Таким образом, в любом обществе производство служит в конечном счете удовлетворению потребностей. Как мы знаем, потребности – это нужда в чем-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности одиного человека, либо социальной группы или общества в целом. Потребности выступают внутренним импульсом активной производственной деятельности. Именно они предопределяют направленность развития производства. Первоначально в первобытном обществе почти вся жизнедеятельность человека сводилась к развитию материального производства, без чего невозможно было поддержать крайне низкий уровень потребления материальных благ. На дальнейших ступенях развития человеческого общества и производства появляются интеллектуальные потребности, растет объем и усложняется структура потребления, повышается уровень жизни людей. В условиях совершенного, высокоразвитого, индустриального производства человечество получило возможность удовлетворения в значительной степени всех сложившихся видов потребностей – материальных, духовных и социальных. Улучшение жизни населения проявляется прежде всего в более полном удовлетворении материальных потребностей, в продуктах питания, одежде и обуви, жилье, условиях труда и других жизненно необходимых благах. Повышение уровня культурного развития человека выражается также в полноте удовлетворения его духовных потребностей, направленных на самосовершенствование людей. Наконец, прогресс общества проявляется в расширении социальных потребностей, в общественной и коллективной деятельности. К специфической особенности потребностей относится их необратимость. С той или иной степенью интенсивности при любой ситуации они изменяются, как правило, в одном направлении – в сторону роста. В своей совокупности потребности безграничны, а это означает, что материальные потребности в товарах и услугах, многообразные духовные потребности, полностью удовлетворить невозможно. Но человечество стремится к максимальному удовлетворению потребностей, для чего оно должно развивать производство, используя имеющиеся ограниченные ресурсы. В любой системе производство выступает как отношение общества к природе. Эти отношения представлены производственными ресурсами. В экономической теории понятия «ресурсы» обозначают совокупность различных элементов производства, которые могут быть использованы в процессе создания материальных и духовных благ и услуг. Природные ресурсы – это часть всей совокупности природных условий существования человека, важнейшие компоненты окружающей среды, используемых в процессе производства. Например, солнечная энергия, водные ресурсы, полезные ископаемые. Природные ресурсы могут быть исчерпаемыми и неисчерпаемыми. Последние, в свою очередь, делятся на возобновляемые и невозобновляемые. Вероятно, одной из самых сложных и ответственных проблем, с которыми столкнулось человечество, является проблема исчерпаемости и возобновляемости природных ресурсов. Человек изымает для своей хозяйственной деятельности все больше природных ресурсов. В результате этой деятельности равнарушается равновесие столь значительной части ресурсов биосферы, что самым серьезным образом подрывает многообразие форм жизни и тем самым ухудшает качество среды и питания. Материальные ресурсы представлены всеми средствами производства, которые сами являются результатом производства, то есть это средства и предметы труда. Трудовые ресурсы представлены рабочей силой, то есть населением в трудоспособном возрасте. Существенное значение для характеристики трудовых ресурсов имеет их состав по возрасту, полу, квалификации, уровню образования, мотивации к труду. Финансовые ресурсы представлены денежными средствами, которые общество выделяет для процесса производства. Их источниками являются инвестиционные средства, ценные бумаги, налоги, денежные сбережения, государственные займы. Информационные ресурсы – это данные, необходимые для функционирования автоматизированного производства и управления им с помощью компьютерной техники. Природные, материальные и трудовые ресурсы необходимы и присущи любому обществу. В рыночной экономике к ним прибавляются финансовые ресурсы. Современная постиндустриальная рыночная экономика не может обойтись без информационных ресурсов, которые приобретают в период научно-технической революции важнейшую роль. В экономической теории различают абсолютную относительную ограниченность ресурсов. Под абсолютной ограниченностью понимается недостаточность производственных ресурсов для одновременного удовлетворения всех потребностей членов общества. Но если сузить круг потребностей, то в этом случае абсолютная ограниченность потребностей становится относительной, так как для ограниченного круга потребностей ресурсы относительно безграничны. Абсолютная ограниченность в основном характерна для природных и трудовых ресурсов, относительная для материальных, финансовых, информационных ресурсов. Процесс производства одновременно предполагает и процесс потребления. Учитывая связь производства и потребления, можно сказать, что продукт есть результат динамики и взаимопроникновения этих двух стадий. Если рассматривать экономику как результат единства производства и потребления, то может сложиться впечатление, что производство и потребление – какой-то замкнутый в себе процесс, не связанный с природой ее запасами. Но это не так. Человек постоянно берет для производства вещества природы и выбрасывает обратно отходы. Образуется замкнутый эколого-экономический цикл. Прежде чем попасть в сферу потребления, вещество должно пройти обработку в сфере производства. Если вещество природы может быть употреблено без производства, то оно попадает в категорию неэкономического блага. Отсюда возникают проблемы, когда природа может перестать быть неэкономическим благом. Люди, чтобы не погибнуть, должны научиться ее воспроизводить и сделать природу объектом в деятельности человека. И на это следует направить производительные силы человека. Различают две стороны производства – производительные силы и производственные, то есть экономические отношения. По взаимодействию они образуют способ производства, характерный для данной стадии развития общества. Производительные силы – это силы, которые человек сумел приспособить для своего производства и потребления. Так как производство и потребление немыслимы без человека, то силы природы, использованные для производства и потребления, представляют собой производительные силы человека. Они имеют внутреннюю структуру. Внутри них выделяют, прежде всего, средства производства и рабочую силу. Совокупные средства труда и предметов труда, используемые в процессе производства, жизненных благ образуют средства производства. Они являются частью национального богатства страны. Средства производства имеют стоимостную оценку. Соединяясь в процессе труда с рабочей силой, средства производства создают необходимые людям жизненные блага. То, чем человек воздействует на предмет труда, является средствами труда. Средства труда – это предметы или орудия труда, используемые людьми для производства жизненных благ. Будет ли данная вещь средством труда или орудием труда, зависит от того, как человек ее будет использовать. Средства труда подразделяются на активные и пассивные. Активными являются машины, станки, автоматизированные линии, оборудование. То есть все то, что является механическими приспособлениями, которые непосредственно участвуют в процессе производства. Их еще называют орудиями производства. К пассивным относят здания, сооружения, все те средства труда, которые способствуют процессу производства. Но сами прямо в нем не участвуют. Всеобщим средством труда является земля. Средства труда переносят свою стоимость на создаваемый продукт по частям, по мере своего износа. С помощью средств труда люди воздействуют на предметы труда. В широком смысле к средствам труда относят все материальные условия труда. Сюда включают землю, производственные здания, сооружения, дороги, связь и другие. Предметы труда – все то, на что направлен труд человека, что подвергается обработке. Предметы труда либо даны природой, например, уголь, нефть, либо являются продуктами труда – древесина, лен, хлопок. Поэтому предметы труда разделяются на два вида – непосредственно добываемое в природе и сырье или сырой материал. Предметы труда участвуют в процессе производства один раз, поэтому сразу переносят свою стоимость на созданный продукт. Рабочая сила представляет собой способность человека к труду, является совокупностью его физических и духовных сил, применяемых в процессе производства. Другими словами, рабочая сила характеризует возможности экономически активного трудоспособного населения. С развитием орудий производства развивается и способность человека к труду. Совершенствуются его навыки, накапливается опыт, растет умение. Средства производства и труд человека неразрывно связаны, они не могут существовать друг без друга. В этом единении выступает совокупный труд, состоящий из прошлого труда и живого труда. Прошлый труд воплощен в орудиях труда. Их создают люди и используют много лет. Живой труд представлен непосредственным процессом труда, поэтому всякий труд соединяет в себе прошлый и настоящий труд. Человек приспосабливает предметы труда для удовлетворения своих потребностей. С их помощью он создает пищу, одежду, жилище и другие материальные блага, называемые предметами личного потребления. Кроме этого создаются и предметы производственного потребления. К ним относят орудия труда, вспомогательные материалы, сырье и прочие средства производства. Такая дифференциация позволяет сделать два существенных вывода. Первый вывод заключается в том, что всякий труд является производительным. Второй вывод заключается в том, что процесс труда является процессом производства. В процессе производства складываются экономические или производственные отношения. Производительные силы и производственные отношения находятся в постоянной динамике. Люди меняют свои производительные силы, ставят себе на службу новые технологии, новые материалы. Производственные отношения базируются на формах собственности в отношении средств производства, на разграничении людей по социальным группам и формам распределения продуктов, в условиях господства частной собственности на средства производства. Низшие социальные слои вынуждены работать на тех, кто владеет машинами, механизмами, производственными зданиями и сооружениями, в условиях общественной собственности на средства производства, когда общество в полном составе владеет ими, в нередке случае, уравнением. Но здесь каждый работает на себя, на свое общество. История знает обе формы собственности. Считается, что и наилучшим из возможных вариантов является умелое их сочетание. Отношения распределения определяются отношениями производства. Распределение связывает производство и потребление. Существует личное и производственное потребление. Личным потреблением называется удовлетворение потребностей человека в пище, одежде. К производственному потреблению относят использование средств производства для создания материальных благ. Распределение продуктов труда зависит от принадлежности средств производства. Если средства производства находятся в частной собственности, то распределение продуктов труда удовлетворяет лишь потребности этих собственников и в отдельной части наемного персонала. Если же средства производства сосредоточены в руках общества, то и продукты труда распределяются в интересах всего общества. Отношения обмена также определяются характером производства. В зависимости от отношений производства обмен может быть планомерным либо стихийным. Помимо того, он может быть связан с прямым распределением, а также иметь формы товарных операций. Отношения потребления являются одной из важнейших форм экономических отношений. Потребление не существует вне производства и наоборот. Если даже представить себе обратное, то теряет текий смысл как сам процесс производства, так как вне потребления нет производства, так и процесс потребления, поскольку без производства нечего потреблять. Таким образом, производство, распределение, обмены потребления являются единым процессом воспроизводства. Базой для единства выступают здесь отношения собственности на средства производства. Следовательно, сами производственные отношения определяются индивидами, обладающими этой особенностью. В последующем эти отношения распространяются на всю систему отношений в сферах производства, распределения, обмены и потребления, определяя их характер. Более того, производственные отношения формируют социальную структуру всего общества, разделяя или объединяя его. Характер и уровень развития производительных сил определяют экономические взаимоотношения людей. Общественная форма развития производительных сил выступает производственные отношения. Так что производственные отношения всегда существуют во взаимосвязи с производительными силами. В процессе жизнедеятельности между людьми складываются экономические, политические, правовые, технологические, организационные, этические и социальные отношения. Они отражают системные взаимосвязи общества. Экономическая наука акцентирует внимание на исследовании тех отношений, которые связаны с производством благ и услуг. Их называют еще организационно-экономическими отношениями. Помимо них различают технико-экономические отношения, возникающие при использовании технического потенциала в ходе экономического развития общества. Технологические отношения отражают специфику различных эпох или стадий развития общества. Они складываются в процессе взаимодействия между человеком и средством труда, человеком и предметом труда, между людьми по поводу осуществления производственного процесса. Совокупность технологических отношений, связанных с созданием, применением и материализацией научно-технических знаний в вещественной форме или в виде услуг, образует технологию производства. Техника, технология и складывающиеся на их основе отношения выступают индикатором уровня развития общества и экономики. Следовательно, чтобы изучить производство, необходимо разобраться во влиянии на него производительных сил, то есть технологий, с одной стороны, исследовать, какие регуляторы и стимулы мотивируют производство с другой стороны. Всякое производство имеет свои особенные формы. Среди исследователей нет единства воззрений по этой проблеме. Все зависит от того, какие классификационные признаки принимаются за основу при определении социальных форм производства. Если за основу классификации взять этапы и уровень развития производительных сил, то на основе такого критерия выделяют доиндустриальное производство, где преобладают сельское хозяйство и ручной труд, индустриальное производство, где преобладает крупное механизированное машинное производство, и постиндустриальное производство, где преобладают сфера услуг, наука, образование, инновационность. Формационный подход Карла Маркса предполагает выделение первобытного, рабовладельческого, феодального, капиталистического, коммунистического производства. В соответствии с марксистской трактовкой, цель капиталистического производства получения прибавочной стоимости за счет эксплуатации рабочих, цель производства постиндустриального общества, обеспечения экономического роста, занятости, стабилизации цен, справедливого распределения доходов. Производя продукт, человек воздействует на объекты природы, придает им форму, пригодную для удовлетворения материальных потребностей. Производство – это переработка веществ природы для непосредственного потребления или для дальнейшего производства. Такая функция производства сохраняется при любой его социальной форме. Важно выяснить, какие факторы участвуют в изготовлении благ. Под фактором производства понимается особо важный элемент или объект, который оказывает решающее воздействие на возможность и результативность производства. Для производства каждого продукта существует свой набор факторов, поэтому возникает потребность их классифицировать, объединить большие группы. Марксистская теория в качестве факторов выделяет рабочую силу, предмет труда и средства труда, подразделяя их на две группы – личный фактор производства и вещественный фактор производства. В качестве личного фактора производства всегда рассматривается рабочая сила, то есть совокупность физических и интеллектуальных способностей человека к труду. В качестве вещественного фактора принимаются в совокупности все средства производства. Личные и вещественные факторы образуют сложную систему, эффективность которой определяется технологией и организацией производства. При этом технология выражает взаимодействие между главными факторами производства. Она предполагает использование разнообразных методов обработки, изменения свойств, формы, состояния предмета труда. Организация производства обеспечивает согласованное функционирование всех факторов производства, их пропорциональное количественное соотношение, взаимозаменяемость. Маржиналистская теория традиционно выделяет четыре группы факторов – землю, труд, капитал, предпринимательскую деятельность. В чем же различие подхода к классификации факторов производства? Марксизм исходит из того, что факторы производства, как экономическая категория, определяют социальную направленность производства. Уже в исходной основе процесса производства формируется классовый состав общества, необходимость борьбы классов за справедливость. Маржинализм рассматривает факторы производства как общие технико-экономические элементы, без которых процесс производства немыслим. Маржинализм под капиталом понимает средства и предметы труда, а природные условия выделяет в особый фонд. Марксизм объединяет природные условия, средства труда и предметы труда в единый вещественный фактор. Если же речь идет об особых природных условиях в производстве, то их специфика учитывается через ренту. По мнению марксистов, это уже особое дело экономической науки. Маржиналисты признают предпринимательскую деятельность как фактор производства, а марксисты отрицают ее. В целом, различие обусловлено классовым подходом к анализу общественного производства. Приведенные классификации не являются устойчивыми. В экономической теории постиндустриального общества в классификации факторов производства выделяют информационно-экономические факторы. Оба они тесно связаны с дотяжениями современной науки, которая сама по себе тоже выступает в качестве самостоятельного фактора, так как оказывает решающее воздействие на уровень эффективности производства, процесс подготовки, квалифицированной рабочей силы и повышение уровней и возможностей человеческого капитала. Информация обеспечивает систематизацию знаний, материализованных в систему механизмов, машин, оборудования, моделей менеджмента и маркетинга. Все большее значение в современном мире занимает экологический фактор производства, который выступает либо в качестве импульса экономического роста, либо как ограничение его возможностей в связи с вредностью, загазованностью, загрязнением. Земля рассматривается как естественный фактор. Она не является результатом человеческой деятельности. К этой группе факторов производства относят природные богатства, залежи ископаемых, пахотные земли, леса. Говоря о земле, прежде всего следует иметь в виду ее использование в сельском хозяйстве, для сельскохозяйственного работника земля – это главное средство производства, которое обладает рядом специфических черт. Первая черта заключается в том, что земля должна обладать плодородием, которое может быть естественным, определяемым ее механическими и химическими свойствами, созданными самой природой, и искусственным, когда в результате деятельности человека изменяется состав почвы. Земля – это средство производства, которое не может быть свободно воспроизведено. Это дар природы, а потому средние и лучшие по качеству земли присутствуют в ограниченном количестве. Воздействие человека на плодородие земли не может быть безграничным. Рано или поздно наступает время, когда дополнительная отдача от дополнительно вложенного труда и капитала начинает падать, то есть вступает в силу закон убывающей отдачи. Капитал, как фактор производства, выступает в виде совокупности благ, используемых в производстве товаров и услуг. Это инструменты, машины, помещения, средства связи. Их техническое состояние постоянно совершенствуется и оказывает решающее влияние на общую результативность производственного процесса и его эффективную целесообразность. Определяя капитал, как фактор производства, экономисты отождествляют капитал со средствами производства. Исторически родоначальниками такой трактовки выступали классики политической экономии. Смит рассматривал капитал как накопленный и обеществленный труд. Рикардо считал, что капитал – это средство производства. Физиократы во Франции под капиталом понимали землю. Но капитал связан и с денежной формой. Вместе с тем, капитал – это знания, навыки человека, его энергия. Используемый в производстве товаров и услуг. Человеческий капитал рассматривается как источник доходов. Фактор времени – это самостоятельный фактор, создающий доход. А доход – это вознаграждение за отказ от удовлетворения личных потребностей в настоящем, а ради будущего. Капитал – это сложное понятие, включающее сумму ценностей. Внешне он выступает в средствах производства. Постоянный капитал, то есть в деньгах – денежный капитал. В товарах, например, товарный капитал. Но материальные носители, перечисленные выше, являются капиталом не сами по себе, а представляют собой особое производственное отношение. Поэтому капитал имеет несколько определений. Капитал – это самовозрастающая стоимость, создаваемая наемными рабочими. Капитал – это не вещь, а общественное отношение, которое представлено в вещей и придает этой вещи специфический общественный характер. Взгляды экономистов на капитал разнообразны, но все они едины в одном. Капитал ассоциируется со способностью приносить доход. Вслед за Смитом, Милем и другими различают капитал основной и оборотной. В основе этого различия лежит характер перенесения стоимости вещественных факторов производства на готовый продукт или услугу. Капитал, материализованный в зданиях, сооружениях, станках, функционирует в производстве несколько лет и свою стоимость переносит на готовый продукт по частям в виде амортизационных вычислений, то есть это основной капитал. Другая часть капитала, включающая сырье, материалы, энергетические ресурсы, расходуются полностью, то есть за один произведенный цикл, воплощаясь в производимой продукции. Эта часть капитала называется оборотным капиталом. Деньги, затраченные на оборотный капитал, возвращаются к предпринимателю после реализации продукции. Постоянное перенесение стоимости основного капитала по мере его износа на произведенную продукцию и использование этой стоимости для последующего воспроизводства основного капитала называется амортизацией. Амортизация характеризует процессы, связанные с физическим и моральным износом оборудования. Физический износ основного капитала выражается в постепенной утрате своих потребительских свойств. Моральный износ вызывается техническим прогрессом и означает уменьшение стоимости используемых средств производства в зависимости от степени утраты их потребительских свойств. Он обусловлен, с одной стороны, обесцениванием средств производства вследствие роста производительности труда, а с другой – появлением и распространением более современного или дешевого оборудования. Труд как фактор производства представлен интеллектуальной или физической деятельностью, направленной на изготовление благ и оказание услуг, время, в течение которого человек трудится, называется рабочим днем. Продолжительность его величина хоть и изменчивая, но имеет определенные границы. Максимальная продолжительность рабочего дня определяется физическими, моральными и социальными факторами. Во-первых, человек не может работать все 24 часа в сутки, так как ему необходимо время для сна, отдыха, принятия пищи, то есть для восстановления своей способности труду. Во-вторых, человеку необходимо удовлетворение определенных духовных и социальных потребностей. Предпринимательская деятельность это специфический фактор производства. Она предполагает использование инициативы, смекалки и риска в организации производства. Предпринимательская способность особый вид человеческого капитала, представленного деятельностью по координации и комбинированию всех остальных факторов производства в целях создания влаг и услуг. Специфика этой разновидности человеческого ресурса состоит в умении и желании в процессе производства на коммерческой основе внедрять новые виды производимого продукта, технологии, форме организации бизнеса при определенной степени риска и возможности понести убытки. Предпринимательская деятельность по своим масштабам и результатам приравнивается к затратам высококвалифицированного труда. Английский экономист Кантильон понимал под предпринимателем человека с неопределенными, нефиксированными доходами. Он покупает чужие товары по известной цене, а продавать будет по цене ему пока неизвестной. Отсюда следует, что риск – главная отличительная черта предпринимателя. Таким образом, производство возможно только при введении в производственный процесс всех факторов. Производство определенной вещи или услуги требует определенного набора факторов, но главными из них являются земля, труд, капиталы предпринимательства. Они действуют взаимосвязанно и дополняют друг друга. Например, при изготовлении турбин требуется особое производство, оформленное юридически в определенную фирму. Для этого нужны земельный участок и капитал в виде производственных зданий, сооружений, станков, сырья, трудорабочих и менеджеров. Отсутствие одного из них ведет к разрушению системы и делает невозможным производственный процесс. Каждая экономическая система по-разному наделена факторами производства. Различия в относительной избыточности факторов производства определяются показателем, называемым фактором насыщенности. Он определяет ресурсный потенциал общества. Можно определить также относительную интенсивность использования различных факторов в процессе производства. Такой показатель называется фактор интенсивностью. Результат покажет уровень технологического развития общества. Показатель фактора насыщенности определяет обеспеченность страны факторами производства. Экономика имеет избыток факторов, если отношение общего количества одного фактора к общему количеству другого фактора, имеющихся в ее распоряжении, выше, чем то же соотношение в другой экономической системе. Показатель может быть определен двумя способами. Через абсолютные размеры факторов производства и через их относительные цены. В соответствии с первым вариантом эта ситуация выражается соотношением имеющегося количества капитала и труда. В соответствии со вторым подходом страна имеет приток какого-либо фактора, если соотношение цены одного фактора к цене другого фактора у нее ниже, чем в другой стране. Указанные два способа определения фактора насыщенности позволяют выявить предложение и спрос не только на факторы производства, но и непосредственно на товары, которые производятся с их участием, так как спрос на факторы производства зависит от спроса на конечные товары. Фактора интенсивность – показатель, дающий представление об относительных затратах факторов на производство единицы какого-либо товара. Какой-либо товар является капиталоемким, если отношение капитала и труда, используемое в его изготовлении, больше такого же соотношения капитала и труда, используемого в производстве другого товара. В рыночном хозяйстве совокупные возможности факторов производства образуют производственный потенциал. Когда одних факторов оказывается недостаточно, их заменяют другими факторами. Например, нехватку капитала можно компенсировать дополнительным привлечением труда. И наоборот, в этом проявляется способность факторов к взаимозаменяемости. В этом случае говорят о действии экономического закона замещения факторов производства. Результатом его действия является повышение эффективности производства. В основе поступательного развития производства лежат сдвиги в производительных силах. Стремясь произвести больше и лучше, люди совершенствуют средства и орудия труда, а через них и предметы труда. Это приводит к изменениям в производственном облике работников. Новое состояние производительных сил сказывается на производственных отношениях. Они также претерпевают преобразование, приспосабливаются к новым условиям. Производственные отношения зависимы от производительных сил. Если они соответствуют последним, то открывают простор для их развития и стало быть простор для развития производства. Если же они устаревают, то превращаются в тормоз хозяйственной деятельности. Производство носит общественный характер. Люди трудятся, организуют производственную деятельность сообща. Работники, так или иначе связаны, в работе друг с другом, взаимнозависимы, действуют на базе широкого разделения труда. Существует естественное разделение труда, то есть по полу и возрасту людей. И общественное разделение труда, вызванное развитием производства. Общественное разделение труда находится в постоянном развитии. За счет этого растут производственные возможности. С позиций масштабности выделяют три уровня. Общее, частное, единичное. Общее разделение труда, когда подразумевают взаимодействие крупных сфер и отраслей деятельности, то есть производственную и непроизводственную сферы, промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и различные виды труда. То есть физические, умственные, квалифицированные, неквалифицированные, ручной и машины. Частное – это распределение деятельности внутри крупных сфер, между более узкими отраслями и подотраслями, то есть добывающая, обрабатывающая промышленность, растеневодство и жироподноводство. Единичное разделение труда внутри предприятий и участков. Существует также территориальное, международное, профессиональное и другие виды разделения труда. Производство нуждается в инфраструктуре. Под инфраструктурой, как правило, понимают комплекс производственных и непроизводственных отраслей, обеспечивающих условия воспроизводства. К инфраструктуре относят обслуживающую сферу те отрасли и организации, которые создают общие условия для производственной деятельности, а также производственную инфраструктуру, куда входят дороги, связь, водопроводы, энергетические сооружения и другие учреждения. Факторы производства обладают взаимозаменяемостью. Она обусловлена разнообразными потребительскими свойствами продуктов. В результате можно производство продукта или влага при использовании различных факторов в разнообразных сочетаниях и пропорциях. Такая взаимозаменяемость и пропорциональная количественная переменность типичны для современного производства. От изготовления химических продуктов до строительства зданий. Взаимозаменяемость факторов обусловлена не только спецификой потребностей и конструктивных особенностей изделия, но и главным образом ограниченностью ресурсов с одной стороны и эффективностью их использования с другой. Предприниматель выбирает такую технологию производства, при которой дефицитный или сравнительно дорогой фактор производства используется в меньшей мере. Именно этим обстоятельствам общество обязано появление высотных зданий при ограниченности свободной земли, синтетических заменителей и т.д. Предпринимательство таким образом предполагает использование различных комбинаций факторов производства, руководствуясь потребностями неизбежного снижения и сдержек производства. Оно исчисляется путем сопоставления рыночной цены и затрат на изготовление определенного продукта. Продукт – это результат функционирования производства. Результат затраченного труда. Появляясь в стадии производства, он проходит далее стадии распределения, обмена и потребления. Движение продукта образует реальное содержание и динамику функциональной экономической системы. Таким образом, независимо от классификации, все факторы в конечном счете используются для изготовления продукта. Например, рассмотрим следующий пример. Когда один фактор используется для изготовления одного продукта? Соответственно, мы видим функцию q равно f от а, где а – фактор производства, q – продукт, а f – непосредственно сама функция. В реальной действительности процесс производства протекает сложнее, а его итог, то есть продукт – результат использования множества факторов. Могут встречаться разнообразные ситуации, которые условно можно свести к четырем. Первое. Фактор не используется. Второе. Используется на половину его возможности. Третье. Используется для производства оптимального количества продуктов. И четвертое. Используется для производства чрезмерно большого количества продуктов. Бесчисленное множество использованных в производстве продукта факторов можно изобразить графически. Если процесс производства постоянно находится на уровне у3, то есть фон производства используется оптимально и постоянно возмещается. Если находится ниже, то недоиспользуется, выше чрезмерно используется. В последних случаях равновесие производства нарушается и характеризуется либо наличием дефицита, либо потребностями дополнительного запаса фактора, например, сырья, оборудования, инструмента. В процессе функционирования фирм предполагается бесчисленное множество вариантов использования факторов в различных комбинациях. Большое количество комбинаций использования факторов производства обусловлено научно-техническим прогрессом и состоянием рынка факторов производства. Научно-технический прогресс и технические перевороты ведут к появлению новых, то есть взаимозаменяющих факторов и новых продуктов. В результате возрастает возможность при помощи производственного фактора создать продукта столько, сколько необходимо для возмещения фактора и дополнительного, то есть прибавочного продукта, который не нужен для возмещения данного фактора. Этот запас продукта называется прибавочным продуктом. При его наличии возможно дальнейшее увеличение производства. Производительность труда выражает результативность трудовых затрат. Она показывает, сколько продукции выпускается в расчете на одного работающего за определенное время. Расчет представлен на формуле, где P у нас объем произведенной продукции, а T, соответственно, численность работающих. Предположим, на предприятии, где производственный персонал составляет 300 человек, за сутки произведено 16,5 тысяч убынных болванок. Тогда суточная производительность труда работников предприятия составит 55 болванок. Производительность труда связана с конкретной стороной труда и выражает конкретный, то есть живой труд. В свою очередь, абстрактный труд производит в единицу времени одинаковую стоимость. Например, если за 8 часов рабочего времени один рабочий производит 100 пар обуви, а второй – 200 пар, то стоимость этих партий будет одинаковой, составляя 8 часов труда. Между тем, производительность труда кажется различной. У второго рабочего она выше в два раза, так как мы будем сравнивать 100 пар обуви и 200 пар обуви, в то время как стоимость пары обуви при этом понижается. Экономическая история человечества связана с поступательным ростом производительности труда, протекающего на почве совершенствования производства. Этот объективный процесс нашел отражение в действии экономического закона повышающейся производительности труда. Предприятия преследуют экономические интересы и выгоды, стремятся использовать все факторы и резервы роста производительности труда. Главные средства – научно-технический прогресс, использование достижений науки и техники. Вместе с тем, существенный результат удается получить за счет материальной заинтересованности в работе, повышения образованности и квалификации работников, прогрессивных форм организации производства, укрепления трудовой дисциплины, улучшего использования природных условий. Западной экономической литературе уделяют внимание закону убывающей производительности труда. Закон убывающей предельной производительности, то есть убывающая отдача, утверждает, что с ростом использования какого-либо производственного фактора при неизменности основных рано или поздно достигается такая точка, в которой дополнительное применение переменного фактора идет к снижению относительного и далее абсолютного объема выпуска продукции. Его суть состоит в том, что при неизменности прочих ресурсов последовательное увеличение только численности работников будет давать уменьшающийся прирост продукции. Неизбежен такой момент, когда прирост вообще прекратится, а затем начнет снижаться. Существуют предельные затраты труда, по достижению которых предприниматель выдущит прекратить дополнительный наем работников. Закон убывающей предельной производительности вносит относительный характер. Во-первых, он применим на краткосрочном отрезке времени. Во-вторых, технический прогресс постоянно расширяет его границы. Первые порции труда, присоединяемые к заданному объему капитала, обеспечивают рост выпуска, опережающий рост количества вовлекаемого производства труда. Это продолжается до достижения технологически оптимального соотношения труда и капитала. Далее рост выпуска начинает отставать от роста количества применяемого труда. Интенсивность труда определяется с затратами труда в единицу времени, а производительность труда – количеством продуктов, произведенных в единицу времени. Более интенсивный труд создают в равный отрезок времени большую стоимость. Например, если рост производства обуви будет связан с повышением интенсивности труда в два раза, то стоимость одной пары обуви останется прежней, так как 8 часов труда фактически равны 16 часам труда. Предприниматель имеет возможность использовать различные комбинации факторов производства. Критерии отбора, комбинирования факторов производства наименьшие издержки производства. Как практически решается задача выбора наилучшего сочетания факторов производства? Для этого, конечно же, сравнивают рыночную цену каждого фактора, а также предельный продукт, который производится с помощью этого фактора. Предельный продукт – это прирост физического объема продукта при росте этого фактора на минимальную величину – 1 единица. Использование для анализа только прироста продукта усиливает наглядность доказательств, ведь остальная часть произведенного продукта остается неизменной. Поэтому сравним изменения цен на факторы производства и их предельные продукты при условии, что происходит рост каждого фактора на единицу. Предельный продукт – это продукт, у которого увеличится на добавленный фактор по его цене. Сравнение этих величин заставляет предпринимателя определять принципы организации производства. Можно сказать, что образуется конкуренция в использовании факторов производства, на основе которой осуществляется их замещение. В результате такой конкуренции образуется равновесие факторов производства, то есть их более или менее устойчивое сочетание. Важнейшая характеристика производства – это эффективность. В самом общем виде эффективность можно определить как отношение между результатом с затратами на этот результат. Если предприятие осуществляет свою деятельность с минимальными затратами всех факторов производства, то принято говорить об эффективности производства данного хозяйственного субъекта. Другими словами, что чем меньше объем затрат и чем больше величина, в которой воплощен результат хозяйствования, тем выше эффективность. Эффективность производства в большей степени зависит от технологического выбора производства. Технология выражает взаимодействие между основными факторами производства, а также открываемые наукой и практикой способы воздействия человека на предметы труда, основанные на механических, физических и химических свойствах средств производства. Постигаем все неизвестные ранее свойства вещей. Люди овладевают секретами изготовления новых видов продукции, применяют новые прогрессивные технологии, используют качественно новые материалы. Это, в свою очередь, предъявляет новые требования к рабочей силе, квалификации работников. Одновременно изменяется организация производства, обеспечивающая единство, слаженность функционирования всех его факторов, взаимодействия участвующих в нем людей. Углубляется разделение труда, отраслевая дифференциация общественного производства, усложняется его структура, получают развитие такие формы организации, как специализация и кооперация. Происходит концентрация производства. Налаживание более гибкой и сложной системы организации отношений становится все более важным фактором развития производства. Продукт в определенной форме характеризует результат производства, то есть его эффект. Соизмерение результатов производства с затратами общественного труда на их получение характеризует эффективность производства, то есть она показывает отношение массы созданных и признанных обществом потребительских благ с совокупным затратом живого и общественного труда или факторов, израсходанных в процессе производства. То есть эффективность – это важнейшая характеристика производства. Именно рост эффективности, получение большего результата при меньших затратах характеризует экономический прогресс общества в условиях ограниченности ресурсов. Технический прогресс является важным двигателем экономического роста. К примеру, в США им определяется одна треть прироста реального национального дохода. Технический прогресс включает в себя не только новые методы производства, но также и новые формы управления и организации производства. По техническим прогрессам подразумевается открытие новых знаний, позволяющих по-новому комбинировать данные ресурсы с целью выпуска конечного продукта. На практике технический прогресс и капиталовложение, то есть инвестиции, тесно взаимосвязаны. Технический прогресс часто влечет за собой инвестиции в новые машины и оборудование. Исходя из этого, вполне понятно строительство атомных электростанций, применение технологий по использованию атомной энергии. Существует целый ряд других, с трудом поддающихся оценке факторов, которые значительно влияют на темпы экономического роста. Например, нет сомнения, что обширные запасы разнообразных природных ресурсов, которыми обладают некоторые страны, вносят весомый вклад в их экономический рост. Хотя обилие природных ресурсов является мощным позитивным фактором экономического роста, однако это вовсе не означает, что страны с недостаточным запасом обречены на невысокий темп экономического роста. Хотя в Японии природные ресурсы ограничены, темпы экономического роста этой страны в послевоенный период были значительными. С другой стороны, некоторые страны Африки и Южной Америки обладают существенными запасами природных ресурсов, в то же время остаются экономически отсталыми. Кроме этого, существуют и такие факторы экономического роста, изменить которые невозможно. В частности, большое положительное влияние на экономический рост оказывает социальная, культурная и политическая атмосфера в стране. Отношение между любым набором факторов производства и максимально возможным объемом продукции, производимой из этого набора факторов, характеризует производственную функцию. Производственная функция отражает технологическую зависимость между затратами ресурсов и выпуском продукции. Механизм, преобразующий ресурсы в благо, описывается с помощью производственной функции, которая представляет технологическую зависимость между количеством применяемых ресурсов и объемом выпускаемой продукции в единицу времени, то есть Q правило F от L, K, N, H и так далее. Где Q? Множество технологически эффективных объемов выпуска, то есть производственная функция. L – это труд, K – капитал, N – природные ресурсы, H – человеческий капитал. Труд – это наемные работники, сотрудники фирмы, которых она нанимает на рынке труда. Ценой труда является заработная плата, Капитал – это средство производства, задействованное в процессе превращения ресурсов в конечные блага, оборудования, сооружения, здания. Плата за капитал – это процентная ставка. Процентная ставка считается в экономической теории платой за капитал, потому что она показывает альтернативную стоимость денег, затраченных на покупку капитала. Природные ресурсы – это земля, водные ресурсы, лесные хозяйства, полезные ископаемые. Человеческий капитал – это профессиональные знания и умения, которыми обладает работник. Для упрощения анализа все факторы, кроме величины используемого труда, принимаются фиксированными. Тогда производственная функция может быть записана в виде Q равно F от L. График ее представлен на слайде. Точки, лежащие на производственной функции, показывают технологически эффективные, рациональные с точки зрения производителя способы производства продукта с помощью переменного фактора L. Фиксированных объемов остальных факторов и фиксированного объема технологий. Точки, лежащие под производственной функцией, технологически неэффективны. Точки, лежащие над производственной функцией, недостижимы при заданном количестве остальных факторов и уровней технологии. При построении производственной функции количество других факторов и уровень технологий фиксированы. При изменении этих факторов производственная функция может двигаться, например, при увеличении количества человеческого капитала, если все работники стали более образованными и производительными, пройдя курсы повышения квалификации или увеличения уровня технологии, производственная функция будет двигаться вверх, как показано на нашем графике. Фирмы используют различные сочетания переменных и постоянных факторов производства. Любое выбранное фирмой сочетанием факторов производства выделяет определенную технологию производства, а результатом будет объем качества производимой продукции. Кривая, объединяющие такие комбинации затрат ресурсов, которые позволяют получить данный объем выпуска продукта, называют изокванты производственной функции. Допустим, что производственная функция описывает выпуск продукции в зависимости от затрат труда и капитала. Одно и то же количество продукции можно получить при различных сочетаниях затрат этих ресурсов. Можно использовать небольшое количество машин, то есть обойтись небольшими затратами капитала, но при этом придется затратить большее количество труда. Или, напротив, механизировать те или иные операции, увеличить количество машин и за счет этого снизить затраты труда. Если при всех таких сочетаниях наибольший возможный объем выпуска остается постоянным, то эти сочетания изображаются точками на одной изокванте. Набор изоквант, показывающих максимальный выпуск продукции при любом наборе факторов производства, образует карту производства, которая является альтернативным способом описания. Чем дальше от оси, расположенной изокванта, тем больше объем выпускаемой продукции. Производственная функция отражает зависимость между затраченными ресурсами и выпускаемой продукцией, что позволяет выделить ее свойства. Предел увеличения объема производства, который связан с увеличением одного из ресурсов при прочих равных условиях и означает, что при данных производственных мощностях увеличение численности работников ведет к снижению эффективности производства, взаимодополняемость и взаимозаменяемость ресурсов, техническую и экономическую эффективность. Техническая эффективность – это максимально возможный объем продукции, достигаемый в результате использования имеющихся ресурсов. Экономическая эффективность – это производство продукции с минимальными издержками. В производстве не используются технически неэффективные способы создания благ. Если оба способа технически эффективны, то выбор производства зависит от экономической эффективности. Для дифференцирования оценки влияние каждого вида факторов производства на динамику выпуска продукции проводят анализ по временным промежуткам разной протяженности. Критерием выделения таких промежутков служит скорость, при которой вовлекаемые производства ресурсы меняют свое количество и качество. Не изменяются затраты на ресурсы в течение данного промежутка времени. Можно формировать постоянные факторы производства. А те затраты, которые в течение этого промежутка времени меняются, формируют переменные факторы производства. Временные промежутки, в течение которых хотя бы один фактор производства остаются неизменными, называют краткосрочным периодом деятельности фирмы. Временные промежутки, в течение которых все факторы производства перемены, называются долгосрочным периодом деятельности фирмы. Эти периоды означают разные условия деятельности фирмы. Закономерность эффективности производства формируется отдельно для каждого из этих периодов. Поэтому производственная функция представляет математическую модель, характеризующую зависимость объема выпускаемой продукции от объема трудовых и материальных затрат. Модель может быть построена как для отдельной фирмы и отрасли, как и для всей национальной экономики. Американские экономисты Дуглас и Суллоу на основе статистических исследований производства зерна за 100 лет определили вклад таких факторов производства труд и капитал в общий прирост выпуска продукции. Они обнаружили, что увеличение затрат труда на 1% обеспечивает 3 четвертых прироста выпущенной продукции, а увеличение затрат капитала на 1% дает возможность получить 1 четвертых прироста выпущенной продукции. Поскольку эти выводы относились ко всему обществу, то указанные индексы, соответственно, 0,75 и 0,25, назвали агрегатными. От зависимости между выпуском продукции и факторами производства вошла в жизнь под названием агрегатные функции производства Дугласа и Суллоу. Таким образом, на основе выводов Дугласа и Суллоу были сформулированы так называемые рецепты экономического развития. Вложение в человеческий капитал, труд дает больший эффект в увеличении производства, чем рост средств производства. Хотя производственные функции различных для разных видов производства, все они обладают общими свойствами. Во-первых, существует предел для увеличения объема производства, который может быть достигнут увеличением затрат одного ресурса при прочих равных условиях. Это предполагает, что фирме при данном количестве станков и производственных помещений Существует предел увеличения производства посредством привлечения большего количества рабочих, то есть прирост объема производства от числа просто численности занятых будет приближаться к нулю. Во-вторых, существует определенная взаимная заменяемость факторов производства. При этом взаимозаменяемость факторов производства происходит без сокращения объема производства. Например, эффективен труд работников, если они обеспечены производительным инструментом. Однако даже при отсутствии такого инструмента объем может быть увеличен при росте численности занятых. В данном случае происходит замена одного ресурса другим. При изучении производственной функции необходимо рассматривать эффективность производства, которая зависит от многих факторов, но в том числе от масштаба производства. Масштаб производства задается производственной функцией. Если фирма принимает решение об одновременном и пропорциональном увеличении количества всех переменных факторов, то имеет место изменение масштаба производства. Предположим, что фирма, имеющая первоначальный объем выпуска продукции Q1, принимает решение об увеличении масштаба производства B на 1. В этом случае заданная производственная функция примет вид Q2 равно F от N1 и от NK, где Q2 – объем выпуска товаров после изменения масштаба производства. Эффект масштаба – это соотношение между изменением объема используемых ресурсов и изменением соответствующих производственных результатов. Общеизвестно, чем больше масштаба производства, тем ниже средняя себестоимость единицы продукции и выше прибыль при прочих равных условиях. Эффект масштаба может быть положительным или отрицательным. Если при увеличении объемов производства и размеров предприятия издержки предприятия уменьшаются, то эффект масштаба положительный. И наоборот, если при увеличении размеров и объемов производства увеличиваются и издержки предприятия, то эффект масштаба отрицательный. Тот или иной эффект масштаба объясняется специфическими факторами их определенной комбинации. Положительный эффект масштаба зависит от снижения величины постоянных издержек, приходящихся на единицу продукции в начале процесса расширения производства. От более высокого уровня специализации производства в целом, от возможности использования более производительного оборудования, от более полной утилизации отходов, выпуска новой продукции и вторичного сырья. Отрицательный эффект масштаба зависит от роста переменных издержек, приходящихся на единицу продукции. От объективных сложностей управления крупномасштабным производством, в особенности, если это многоотраслевой комплекс производства, для характеристики эффекта масштаба используется также понятие «отдача от масштаба», которое выражает реакцию объема производства продукции на пропорциональное изменение количества всех факторов производства. Отдачу от масштаба можно измерить путем сравнения процентного изменения в выпуске продукции с процентным изменением в количестве всех применяемых факторов. Различают три положения отдачи от масштаба. Возрастающая отдача от масштаба, положение при котором пропорциональное увеличение всех факторов производства приводит к большему увеличению объемов выпуска продукции, а значит средние издержки производства снижаются. Если предположить, что все факторы производства увеличились в два раза, а объем выпуска продукта увеличился в три раза, в этом случае можно говорить о следующих причинах возрастающей отдачи от масштаба. Постоянная отдача от масштаба – это изменение количества всех факторов производства, которые вызывают пропорциональное изменение объема выпуска продукции. Следовательно, и средние издержки на производство единицы продукции тоже остаются неизменными. Убывающая отдача от масштаба – это ситуация, при которой сбалансированный рост объема всех факторов производства приводит к меньшему росту объема выпуска продукта, соответственно возрастают и средние издержки производства. Иначе говоря, объем выпускаемой продукции увеличивается в меньшей степени, чем затраты факторов производства. Западные экономисты считают, что в настоящее время в большинстве видов производственной деятельности достигается постоянная отдача от масштаба. Во многих отраслях экономики возрастающая отдача от масштаба, как стратегическая задача, несомненно, имеет привлекательность. Однако с некоторого момента она может смениться убывающей отдачей, если не будет преодолен процесс увеличения числа гигантских фирм, что затрудняет управление и контроль, несмотря на то, что технология производства стимулирует создание таких фирм. Продолжение следует... Потребуется большее количество рабочих часов. Состояние, при котором любое производство достигает основной цели максимальной прибыли, образует равновесие производства. Это равновесие более или менее устойчиво, пока сохраняется зависимость изменения объема выпуска продукта от объема затрат. По мере роста затрат растут объемы продукта до определенного предела. Полученный таким образом продукт называется предельным продуктом. Он получается на основе предельной производительности ресурсов, как отношение прироста продукта к приросту ресурса. Если затраты увеличивать бесконечно малыми приращениями, то предельный продукт будет выражать предельную производительность ресурса. Сопоставляя предельную производительность ресурса и его рыночную цену, предприятие, как организационная форма общественного производства, решает вопрос о целесообразности дополнительных затрат. Однако, если не обеспечивается динамичный технический прогресс, каждая дополнительная затрата единицы труда становится все менее результативной. Происходит снижение предельной производительности труда и предельного продукта. Это наблюдается в том случае, когда к имеющемуся количеству машин и механизмов добавляется все больше затрат трудоработникам, снижается техническая вооруженность труда, производство достигает технического предела, а общий рост продукта прекращается. По мере приближения к техническому пределу возрастают затраты, связанные с дальнейшим расширением производства. В экономической теории этот закон известен как закон убывающей производительности. При увеличении затрат одного вида и постоянной величине прочих затрат наступает период, когда дополнительное количество затрат этого вида будет приносить уменьшающийся вклад в промышленный совокупный продукт. Посмотрим график. Допустим, имеется производственная функция y равно f от f1, f2 и fn. Предположим, что в производственном процессе описываемой этой функции все факторы постоянны, кроме f1. Применение f1 постепенно увеличивается в этом производстве и является переменным фактором. Нужно установить зависимость между f1 и выпускаемым продуктом. Поскольку для производства данного продукта необходимы все факторы, то при нулевом значении f1 произведенный продукт тоже будет равен нулю. По мере использования в производстве последовательных частей фактора f1 производство продукта, начав с нуля, тоже последовательно увеличивается. В этом процессе роста продукта представляют интерес три его характеристики. Общий продукт, средний продукт и предельный продукт. Общий продукт – это общее увеличение продукта по мере роста количества переменного фактора f1. Если величину общего продукта разделить на число единиц употребленного переменного фактора, получим средний продукт. Если вычислить приращение продукта за счет увеличения соответствующей единицы фактора, то получим предельный продукт. Предположим теперь, что переменный фактор делится не на фиксированные единицы, а бесконечно. Тогда средний продукт этого бесконечно делимого фактора будет его средней производительностью, а предельный продукт – предельной производительностью фактора производства. Исследуем динамику общего и среднего и предельного продукта. На графике по оси х откладываем значение переменного фактора f1, по оси у – значение общего продукта. Общий продукт изменяется по мере увеличения количества переменного фактора в производстве. Рассмотрим кривую общего продукта до точки В. На отрезке ОБ кривая общего продукта имеет вогнутость, обращенную вверх. Что из этого следует? Чтобы ответить на этот вопрос, обозначим на отрезке ОБ произвольную точку А. В точке А значение общего продукта равно ОМ. Или, что то же самое, отрезку АП. Количество переменного фактора, используемого для производства продукции, в количестве АП равно ОИПИ. Если соединим точки О и А, то получим треугольник ОАПИ. Один из этих углов этого треугольника обозначим как альфа. Отношение величин АПИ и ОПИ представляет собой тангенс угла. Тангенс угла альфа равно отношению АПИ на ОПИ. Следовательно, средний продукт в соответствующей точке А равен тангенсу альфа. Вычислим теперь предельный продукт, предельную производительность, переменного фактора F1 в точке А. Для этого надо найти бесконечно малое приращение продукта и вызывающее это приращение в то же бесконечно малое увеличение фактора F1. Для этого, как известно, следует найти производную функции общего продукта в точке А. Чтобы найти эту производную, проведем касательную к функции в точке А. Эта касательная пересекает ось Х в точке Н. Тем самым получаем треугольник АНПИ. В этом треугольнике НПИ – приращение фактора F1 на некоторую величину. АПИ – приращение продукта в соответствующую этому приращению фактора. Соотнеся АПИ и НПИ, получаем прирост продукта на прирост фактора F1. Одновременно отношение АПИ и НПИ образует тангенс угла АНП, тангенс бета. То есть равного отношению АПИ на КНПИ. Теперь можно до бесконечности сокращать величины АПИ и НПИ, приближая их к точке А. Величина тангенса бета не изменяется. Следовательно, бесконечно малое увеличение продукта в точке А за счет бесконечно малого увеличения фактора F1 в точке А равно тангенсу бета. Итак, средний продукт фактора F1 равен тангенсу альфа, а предельный продукт – тангенсу бета. Сравним между собой значение этих тангенсов. На всем отрезке ОБ тангенс альфа меньше тангенса бета. Это значит, что на отрезке ОБ средний продукт фактора F1 меньше, чем предельный. А это в свою очередь означает, что каждая последующая порция фактора F1, вовлеченная в производство, дает большее превращение продукта, чем предшествующие порции. Теперь рассмотрим криву общего продукта, начиная с точки ГИ. Здесь эта кривая имеет вогнутость, обращенную вниз. Если использовать те же рассуждения, что и при изучении отрезка ОБ, то неизбежен вывод после точки В темп прироста производства начинает снижаться по мере увеличения фактора F1. Предельный продукт начинает уменьшаться сразу. Средний продукт растет до точки С. В точке С растущий средний продукт и сокращающийся предельный сравниваются. После точки С средний продукт начинает уменьшаться. Предельный продукт уменьшается и уменьшается быстрее, чем средний продукт. При этом общий продукт все еще увеличивается. Наконец, в точке D начинает сокращаться не только средний и предельный продукт, но и общий. Причем за точкой D предельный продукт не просто сокращается, а становится отрицательной величиной. Однако не стоит абсолютизировать закон убывающей производительности. Он действует по меньшей мере при двух условиях. Первое – фиксированности как минимум одного из факторов производства. И второе – отсутствие научно-технического прогресса. Таким образом, снижение производительности производственного ресурса вызывает уменьшение эффективности производства. Как известно, эффект растет по мере роста затрат и роста объема продукта в одинаковой пропорции. Но если рост выпуска продукции все больше сопровождается ростом затрат, а по стоимости они будут равны рыночной цене, то в этом случае снижается эффективность. Такое явление образует убывающую эффективность от расширения масштабов производства. Следовательно, производственная функция характеризуется постоянной эффективностью от расширения масштабов производства, если выпуск возрастает в той же пропорции, что и затраты. Рассмотрим решение задачи. Задача номер один. Подсчитайте средний и предельный продукт фирмы, если известны следующие данные, представленные в таблице. Нам известно число рабочих и, соответственно, совокупный продукт. Когда начинает действовать в данном случае убывающая экономия от масштаба? Перейдем непосредственно к решению задачи. Число рабочих – это затраты труда L, совокупный продукт TR, предельный продукт, соответственно, MR. Средний продукт, который обозначаем через AR, мы будем находить по формуле, как отношение совокупного продукта к числу рабочих. Соответственно, предельный продукт мы тоже находим по формуле, представленной на слайде. Находим данные среднего продукта при всех затратах труда. Соответственно, для одного работника средний продукт составляет 30, для двух рабочих, соответственно, 35, для трех 100 мы делим на 3, получаем 33,3, для четырех работников, соответственно, 120 мы делим на 4, получаем 30, для пяти работников 130 мы делим на 5, получаем 26. Далее, находим данные по предельному продукту при всех затратах труда. При затрате труда 1 единицу, предельный продукт равен 30, дальше уже решаем по формуле нахождение предельного продукта. То есть, соответственно, для двух рабочих у нас величина получается 40, для трех 100 минус 70 получаем 30, для четырех рабочих, соответственно, 20, и для пяти работников 130 минус 120 получаем 10. Полученные данные мы используем для заполнения таблицы. Таким образом, из таблицы наглядно видно, что экономия от масштаба начинает снижаться после того, как число работников превышает 2. Далее, перейдем к решению следующей задачи. Первый год производительность труда на предприятии выросла на 10%, во второй еще на 20%. В третьем году производительность труда снизилась на 5%. На сколько процентов увеличилась или уменьшилась годовая производительность труда в течение этих трех лет? Для решения предложенной задачи будем использовать индексную методику. Темп прироста производительности труда равный 10% означает увеличение производительности труда в 1,1 раза. Если мы говорим о приросте производительности труда в 20% – это увеличение в 1,2 раза той производительности труда, которая за предыдущий год уже увеличилась в 1,1 раза. Снижение производительности труда на 5% соответствует индексу, равному 0,95 или 95%. Таким образом, чтобы найти нам производительность труда, нам необходимо перемножить все полученные индексы. То есть, соответственно, 1,1 мы умножаем на 1,2, соответственно, и умножаем на 0,95. Получаем 1,254. Для того, чтобы нам сказать, в процентном соотношении мы умножим на 100, таким образом мы получим ответ, что производительность труда у нас увеличилась на 25,4%. Рассмотрим решение еще одной задачи. Для производства 40 единиц продукта фирма использует 48 единиц труда и 12 единиц капитала. Какова будет предельная производительность капитала, если предельная производительность труда равна 0,5 и мы имеем постоянную экономию от масштаба? Перейдем к решению задачи. Предельная производительность капитала – это предельный продукт, полученный от использования дополнительной единицы капитала. Предельная производительность труда – это предельный продукт, полученный от использования дополнительной единицы труда. 2. Поскольку предельную производительность труда мы умножаем на приращение, плюс, соответственно, предельную производительность капитала мы тоже умножаем на приращение капитала, получаем 0. В связи с этим мы можем найти предельную производительность капитала. Подставляем исходные данные и получаем, соответственно, ответ равный 2. Таким образом, рассмотрев тему «Теория производства», подведем итоги. Производство представляет процесс воздействия человека на вещество природы с целью создания материальных благ и услуг, необходимых для развития общества. Различают материальное и нематериальное производство. Первое включает отрасли по производству материальных благ, либо услуг. Нематериальное производство связано с производством или оказанием нематериальных услуг и созданием духовных ценностей. Различают две стороны производства – производительные силы и производственные отношения. Во взаимодействии они образуют способ производства, характерный для данной стадии развития общества. Для производства каждого продукта существует свой набор факторов. Марксистская теория в качестве факторов выделяет рабочую силу, предмет труда и средства труда, подразделяя их на две группы – личный фактор производства и вещественный фактор производства. В качестве личного фактора производства всегда рассматривается рабочая сила, то есть совокупность физических и интеллектуальных способностей человека к труду. В качестве в качестве вещественного фактора принимаются в совокупности все средства производства. Маржиналистская теория традиционно выделяет четыре группы факторов – землю, труд, капитал, предпринимательскую деятельность. В результате соединения факторов производства создаются продукты труда, совокупность материальных благ. Количественное отношение объема полученного продукта к труду, затраченному на его изготовление, характеризует производительность труда. Закон, убывающий предельной производительности для убывающей отдачи, утверждает, что с ростом использования какого-либо производственного фактора при неизменности остальных, рано или поздно достигается такая точка, в которой дополнительное применение переменного фактора ведет к снижению относительного и далее абсолютного объема выпуска продукции. Спасибо за внимание.